Помидоры подешевели. Такую информацию приводит Саратовстад. На прошлой неделе, по данным ведомства, больше всего подорожала белокочанная капуста на 5%. Также увеличилась цена на карамель, подсолнечное масло, лук, рыбу, огурцы и сметану. Не радует стоимость пшена, вермишеля, творога, яиц, муки и картофеля. Цена на эти продукты также увеличилась. А вот подешевели помидоры, яблоки, гречка, сахар, говядина и свинина. Не изменилась стоимость баранины, сливочного масла и хлеба. По данным того же ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в январе составила 3 тысячи 3 рубля 48 копеек. За месяц она повысилась на 8,9%. Причем это самый низкий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. Мы решили узнать у саратовцев, сколько они в среднем тратят на продукты и реально ли питаться на 3 тысячи рублей в месяц. На 3 тысячи может человек прожить в месяц? Я не знаю, о чем вы говорите. Можно, если одни макароны есть и воду пить. Нет, нету. Да вы что, с ума сошли? Нет, теоретически да, но это не жизнь. Но на 3 тысячи это жалкое существование. Нет, мне не хватит. Одному на 3 нет, 4. Если их рационально использовать деньги, то можно, смотря что покупать. Да вот сейчас я купил на полторы. А ничего не купил. Вообще нет. Да вы что, смеетесь? Нет, конечно. Нет, конечно. Может. Если очень сильно экономить, если неоткуда брать денег, то... Нет, даже если очень сильно экономить, в неделю тысячи уходят. Очень сложно, но можно, наверное. Нет, вы что. Один поход в магазин сейчас рублей 800, как минимум. У меня знакомые, да, могут. 3 тысячи, это мне вот на день, честно говоря. Чтобы нормально, хотя просто выжить. Ну, мы, наверное, можем, мы пенсионеры. Мы можем. Можно, да. Крупу, если есть одну. Если только очень скромную.